Рабочая группа. Председателем будет Ким Андрей Витальевич. Меня слышно же, да? Да, да. Так, у нас члены рабочей группы, давайте я сразу зачитаю. Так. Кажи Махабетович, он будет у нас заместитель председателя рабочей группы. Наших сотрудников Ладу Чумакайфович, Могу, я опускаю. То, Кабул Беков, Мурат Казанович, генеральный директор. Консана Барбер Александрович Петрович. Нет. Каренко Сергей Львович. Лахов Константин Николаевич. Китик Владимир Владимирович Саввич. И Суднина Геотинга Гаубенович. Такая оптимальная рабочая группа, как мы договаривались, она должна быть, грубо говоря, немногочисленной, чтобы она была оперативной, чтобы мы могли быстро, оперативно разрабатывать, обсуждать, какие разногласия есть, принимать и, соответственно, дальше идти согласовывать. Теперь, по плану работы, какой у нас первый эксперт? Так что, какие документы забрали? По-моему, то, что мы уже не один год оттягали, отбрить охотничьего, который консессиональный документ, или нет, так уже не было, в общем, на работу. Поэтому еще раз, для леди, просьба, мы этот документ будем пересматривать. Многие вещи, которые были прописаны после законопроекта по регуляции чистых фактов, поэтому нам нужно сократить, оптимизировать данные документы. В дальнейшем, когда поддержки нашего министра, Анна Владимировича, так, чтобы мы хотим нас отлигать. На самом деле, коллеги, фонд работы огромный. Ну, мы там посчитали, ладно, это в целом по комитету, у нас больше 30 нормативно-правых актов, ну, включая законодательство и все такое, в том числе по охотничьему хозяйству. По животному миру тоже много. Теперь предлагается все-таки, давайте обсудим, какие приоритеты, в первую очередь, на каких остановимся. Законопроекты. В том числе, у нас есть, как уже министр говорил, концепция биоразнообразия, которая будет охватывать, ну, понятно, не только животный миру, не только охотничьему хозяйству, а в целом деятельность комитета лесного хозяйства, в том числе, даже рыбного хозяйства. Мы тоже по нему будем работать, на рамках этой работы. Вот сейчас давайте пообсуждаем, какие приоритеты, какие в первую очередь документы вы видите. Понятно, системные вещи, это в рамках охотничьего хозяйства, это у нас, это мы тоже будем работать. Кроме того, есть горящие, горящие вопросы, в том числе, по правилам, по законным актерам, где необходимо, в первую очередь, уже сейчас можно нам скорректировать эти нормативы бывают. Пожалуйста, послушаем, коллеги. Предложение по плану работы рабочей группы. У кого есть? Кажем Ахабиев, может, да, давайте, я вот как раз уже руку поднял, мы это уже натренированные работать в ЗУМе, для того, чтобы порядок был, значит, кто руку поднимает, тот и начинает. Значит, ну, понятно, мы говорим о том, что у нас два ключевых стратегических документа, которым необходимо заниматься, это концепция и наш законопроект. Помимо этого, сейчас вот из острых вопросов, которые можно, мне кажется, под законкой решить, это, я считаю, что мы должны немедленно начать работу по запрету использования тепловизионных прицелов для охоты. В данный момент, значит, они у нас никак не зарегламентированы, потому что в правилах охоты есть такое понятие, как прицел ночного видения, но, значит, если смотреть на технические характеристики, там используются разные принципы, и мы консультировались с юристами, к сожалению, по состоянию сейчас в суде тепловизионный прицел, не будет, значит, принят, как прибор ночного видения, потому что его можно использовать и днем. Мы вносили соответствующее предложение в общественный совет, общественный совет полностью нас поддержал по этому поводу, и соответствующее письмо мы от общественного совета отправляли в комитет. Объясню, в чем дело, и почему это очень срочно и очень важно. Дело в том, что они не сегодня появились тепловизионные прицелы, появились они, условно, 20 лет назад, но их использовали исключительно спецы, так называемые, то есть военные, спецназы и так далее, потому что стоимость этих тепловизионных прицелов составляла колоссальные средства, от 10 тысяч и выше. За последние годы китайская промышленность полностью освоила производство этих тепловизионных прицелов, и на сегодняшний день они совершенно спокойно продаются с Алиэкспресса и, в принципе, за тысячу долларов рабочий тепловизионный прицел наши охотники совершенно спокойно могут купить. Несмотря на то, что и существует определенный запрет, с учетом того, что это все-таки приборы двойного назначения на их ввоз, ну, не запрет, а определенный вид лицензирования, но вот это вот окно Алиэкспресса, оно позволяет совершенно спокойно их получать здесь, в Казахстане. И, будучи, так сказать, практиками, не теоретиками, у нас в управлении находятся десятки охотничьих хозяйств, мы видим, что уже не только упакованный городской охотник себе их может позволить, но и уже ребята в селах покупают такие приборы. А что этот прибор дает? Этот прибор дает возможность использовать его в ночное время, потому что, естественно, ночью животные не так осторожны, как днем, и любой, условно говоря, браконьер, да, потому что я считаю, что использовать их для охоты на сегодняшний день только браконьеры могут, вот, может подойти на дистанцию выстрела и совершенно спокойно, так сказать, это животное добыть. Вот, и бороться с такими людьми, вооруженными такими приборами практически невозможно, потому что точно так же, как они видят животных, они точно так же видят егерскую службу, потому что человек тоже живой, и он, так сказать, тепло излучает, и подкрасться, то есть взять на месте преступления такого лжеохотника не представляется практически возможно. Да, с оперативной точки зрения борьба очень сложна. Вот. и поэтому мы вносили такое предложение, чтобы под законки, не выходя в закон, значит, дополнением прописать о том, что использование не только приборов ночного видения запрещено, но и тепловизионных прицелов. Вот. При этом хочу отметить, что мы не можем запретить продажу тепловизионных прицелов в Казахстане, потому что их покупает армия и специальные службы. Вот. А запретить для использования на охоте, наверное, можем. Это вот один из таких острых вопросов, которые, я думаю, мы можем быстро решить. В отношении, значит, большинства других небольших вопросов, значит, мы фактически с комитетом-то несколько лет там почищали все, и не так много таких вопросов, которые на уровне подзаконки можно решить. Другой вопрос, о котором вы знаете, это, значит, возможность продавать путевки на охоту, значит, посредством онлайн. Это второй вопрос, но он тоже находится, значит, в работе, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время этот приказ выйдет, и охотничьи хозяйства смогут свои предложения продавать онлайн, что, естественно, тоже хорошо, потому что мы надеемся, что в будущем абсолютно все охотничьи хозяйства, ну, там, через какое-то время, через какие-то годы, будут обязаны продавать только онлайн, потому что мы еще раз говорим о том, что злоупотребление животными ресурсами на уровне охотничьих хозяйств осуществляется при многократной продаже одного и того же разрешения на бумажном носителе, потому что проконтролировать, ну, невозможно всех охотников, чтобы сличить эти, значит, разрешения, выписанные на бумагу. Вот такие у нас предложения. Спасибо. Так, ну, я-то, а вообще, потом и попозже. Так, у нас кто руки поднял? Константин, да? Лахар Константин Николаевич. Да, пожалуйста. Добрый день всем. Я хотел бы, во-первых, поддержать предложение господина Зумалиева, но у нас постоянно будут появляться новые технические, не только средства, допустим, сейчас уже в открытой продаже доступны дроны, цены небольшие, и дроны также можно использовать, как и для наблюдения ночного, если установить на них тепловизор, можно для загона животных, и это тоже требует соответствующих решений, может быть, даже есть смысл объединить их с только что изложенным предложением. По существу более глобально, я хотел бы напомнить, что в апреле месяце в нашем институте зоологии была международная зоологическая конференция, и там работал отдел по охотничьему хозяйству, по охотоведению. На основании докладов, представленных в отдел, была принята резолюция по развитию охотничьего хозяйства в республике Казахстан. Я думаю, есть смысл задействовать и использовать части или все предложения, которые можно будет еще раз рассмотреть. Мы готовы представить эту резолюцию комитету в установленном порядке. Это еще один момент. И третье, что меня волновало, это так называемые разрешения на проведение научных исследований, когда научные исследования требуют ограниченного изъятия тех или иных видов животных, в том числе отнесенных к объектам охоты. Получается так, что работая на науку Казахстана, мы вынуждены проходить разрешительные вот эти моменты, которые чрезвычайно затрудняют получение разрешения. Более того, уже столкнулись с тем, что областные подразделения полномория, точнее сказать, маслехатов, просто или блокируют выдачу разрешений, или вообще по непонятным причинам не выдают такие разрешения и, соответственно, срывают запланированные научные исследования. Это, я считаю, недопустимо, и для проведения организации научных исследований, я думаю, следует принять упрощенную систему выдачи соответствующих разрешений. Может быть, даже против уполномоченного органа. А, кстати, Николаевич, перебью уточняющий вопрос. Кто не дает разрешения? О чем лечь? Для научных исследований, когда потребуется изъятие животных из природы, в том числе с уничтожением для последующих вскрытий, в этом году мы столкнулись с тем, что карагандинский и как называть отдел природопользования Карагандинской области не выдели разрешения своевременно на отлов САЙГАК. Поставать ничем на расслабление? Ничем, просто молчание. то есть прецедент уже состоялся и я думаю все-таки что следует принять меры для того, чтобы научные исследования можно было проводить беспрепятственно по упрощенной схеме получая разрешения. Более того, мы в свое время предлагали упростить выдачу охотничьих билетов для тех охотников, которые используют национальную охоту. То есть безружейную охоту с ловчими птицами и собаками национальных пород. То есть при условии безружейной охоты для них я думаю нет смысла проходить многие позиции в том числе сдача экзаменов и может быть есть смысл также проводить упрощенные выдачи билетов. Мы в свое время также предлагали разрешение для таких охотников охотиться в угодьях резервного фонда незакрепленного резервного фонда охотничьих угодий незакрепленного за какими-то охот пользователей но тем не менее это фонд угодий раньше это было угодие общего пользования и в них такие охоты разрешались. Спасибо за внимание. Александр Ревер Здравствуйте коллеги Я хотел бы обратить ваше внимание что у нас есть законопроект который уже был подготовлен более 4 лет назад и он постоянно дорабатывался и сейчас он находится тоже в таком состоянии уже в принципе отработан единственное привести в соответствие уже с настоящими нормами это закон об охотно-хозяйственной отрасли и сохранении животного мира. В нем вот многие вопросы которые ставятся в том числе и докладчиками вот передо мной и Константином и Кожимом они большей частью отражены и он является этот законопроект более фундаментальным его желательно будет сделать потому что здесь мы можем задействовать охотничьи хозяйства как именно природоохранный механизм если мы их выведем создадим условия для рентабельного бизнеса как это делается во многих государствах мира и к этому мы стремились уже много лет и этот закон зависает мне хочется считать что он нашел первосрочным тоже потому что очень важно этот закон потому что он касается всей отрасли вот я поэтому хотел обратить на него внимание и здесь остаются последние буквально штрихи сделать чтобы он начал чтобы его запустить в работу все спасибо за меня здравствуйте уважаемый председатель уважаемые коллеги я вот сегодня хотел бы поддержать Александра Петровича потому что тот вопрос уже был отработан рабочей группой и работали очень многие специалисты которые внесли те позиции которые в настоящее время очень необходимы для развития охотничьей отрасли и сохранения животного мира но конечно туда необходимо исходя из той ситуации которая сейчас есть по цайгакам включить те вопросы по контролю за дериватами по может быть инструкции или методические указания по проведению правоусловой охоты все эти позиции чтобы по цайгакам тоже эти вопросы были включены потому что их в настоящее время в том проекте нет и еще бы хотел уточнить что то что сказал Казан Жумалевич это тот вопрос который тоже имеет очень важное значение потому что в общественном совете это было поддержано потому что те охотники которые используют современные виды они просто не оставляют шансов животными особенно по тем животным которые находятся на грани исчезновения потому что если будут приняты нормы по которым будут изыматься некоторая часть трофейных видов редких видов животных то этот вопрос по использованию тепловизоров будет очень актуальным поэтому первое я думаю необходимо возродить и отрабатывать тот законопроект и учитывая что сейчас как бы министерство данка армбланш по дюрократизации без всяких проблем принимать оперативные нормативные документы которые позволят обеспечить обеспечить сохранение животного мира в Казахстане и соблюдение тех норм которые не позволило бы скажем нарушать законодательство по предохранной законодательству спасибо так спасибо больше память Сергей Львович да пожалуйста добрый день уважаемые коллеги прежде всего хотел бы поддержать предложение всех выступавших ранее они все очень актуальны и безусловно эти вопросы должны быть решены по законопроекту да как совершенно правильно отмечено очень важной задачей является наконец-то запуск законопроекта который готовился в течение если мне не изменяет память двух лет многократно дорабатывался сейчас его надо привести в соответствие с реалиями то есть разослать участникам рабочей группы собрать предложение в какой-то разумный срок и дальше уже действовать в соответствии с установленными процедурами вместе с тем многие вопросы могут быть решены в рамках ведомственных подзаконных актов правил нормативов и так далее как тоже уже отмечалось по порядку работы я считаю что было бы целесообразно допустим к началу ноября к первому ноября собрать список подзаконных актов нормативов которые должны быть внесены изменения соответствующими предложениями что куда внести чтобы мы перешли к кому-то делу и дальше уже на основе этого списка нормативных подзаконных актов ведомственных установить порядок работы над ними ну и дальше уже друг за другом или блоками их делать совместно тоже утверждаем установленном порядке из конкретных вопросов тоже в дополнение к просвучавшим хотел бы обратить внимание на необходимость внесения но это уже к закону на важность внесения в закон такого понятия как план действий по виду это соответствует международной практике то есть по видам требующим особого внимания ну например САЙГАК ВОЛ что у нас еще там ну Снежный Барс допустим должны быть подготовлены стратегические такие планы действий пятилетние планы по международным стандартам есть утвержденная структура международная и вот эти планы действий могли бы служить основой для государственного финансирования этих программ то есть у нас раньше были программы Копытные программы САЙГАК которые закрылись потому что в связи с изменением требований противных документов то есть вот такие планы действий могли бы служить основой для бюджетного финансирования как это сейчас сделано с планами управления для ООПТ то есть та же самая схема план действий утверждения подтверждения финном и дальше какие-то средства и кроме планов действий еще один момент в дополнение к научным исследованиям вот кроме добычи животных есть такие методики как кольцевание мечения с выпуска в природную среду они сейчас несколько подвисшие там вообще непонятно то ли нужны разрешения то ли не нужны есть некоторые таки величия в законах это тоже надо решить то есть четко прописать в будущих оперативных актах чтобы с наукой вообще не возникало никаких вопросов ну и то же самое то что отмечал Бакабек Задинович по Сайгаку это приведение национального законодательства в соответствии с международными требованиями в частности с СИТЭС к Казахстану возникают периодические вопросы по СИТЭСу это просто надо учесть и при доработке будущего законопроекта по животному миру и подзаконки все спасибо спасибо у нас выступающих больше нету тогда в целом по предложениям давайте я экзюмирую по по своему я просто подумаю эти вопросы запрет использования тепловизионного прицела приборночного видения в принципе я смотрю у рабочей группы единогласно это все принимает раньше этот вопрос тоже поднимался предложаю уже может быть кто-то наверное может Казан Махамедович возьмите на себя этот проект этот проект несение изменения чтобы ужесточить правила и нам представить чем быстрее представить тем быстрее допустим обсудим еще раз на рабочей группе и его адобране протоколе и соответственно его задушим касательно законопроекта согласен что законопроект есть я его не видел ребят попрошу чтобы они не сделали презентацию показали но сейчас как уже было вами предложено под протокол надо заплатить членов рабочей группы забрать предложения еще раз наверное обсудим с учетом предложения у кого какие предложения выделить министр презентуем и потом принимаем уже решение как его направлять через план законопроекта работают через депутатов просто у вас там отдельный законопроект или поправка вот такой вопрос если поправки может быть через депутатов пропускает поэтому я полностью поддерживаю давайте сейчас сегодня высылайте членов рабочей группы и уже собираем а там вы уже в принципе можете у вас же есть также коллеги сотрудники с ними тоже обсудите и соответственно предложения совместные обносить но предлагаем все-таки рабочую группу в этом узком составе также и дальше далее сохранять теперь вопрос по концепции концепцию а сейчас работа по концепции возобновится понятно что это только будет раздел имеется ввиду часть деятельности именно это рабочая группа это только раздел какая-то часть будет концепции поэтому здесь предлагают тоже уже членам рабочей группы подумать предложения какие-то прорабатывать уже и к этой концепции предложения давать именно по наполнению по видению что мы хотим чтобы там было понятно что большая часть законопроектов нововведения все это все сядует но это можно конкретизировать и там все это пробить концепцию в принципе концепция у нас подбирается чем постановление по согласованию с организацией президента в рамках системы баспланированных так поэтому здесь тоже такое предложение вот эти все предложения сразу прошу протокольно все предложения озвучены забей принятое решение забей давайте каждое по свиданию рабочей группы протокольно все это записывать так еще был вопрос план действий по виду с бюджетом ну в качестве обсуждения давайте напишем но это трудновато ну в конце понятно в конце ну это да мы принимаем концепции там в рп это прописываем если оно при одобрении при прохождении согласования с госорганами будет поддержано соответственно можно будет потом уже в рамках плана как он называется план не план уже рассмотреть уже финансирует но главное чтобы он в концепцию сел и был поддержан бурсовыми соответственно экономиками и негативами это мы проработаем по СИТЭСу в принципе вы все знаете по СИТЭСу на 25-й год очередной заседание планируется там мы будем опять же выносить вопрос ну в части патриархов они в принципе нас все поддерживают в этой связи по другим вопросам да предлагаем тоже прописать но концептуально они должны все сесть основными мероприятиями своих концепций разрабатывать по списку МПА тоже протокольно прошу все-таки всех членов рабочей группы ваше дать предложение понятно по тепловизору мы уже в работу берем надо его запускать по другим именно по МПА куда что как для чего почему будем вносить изменения это все предлагается чтобы вы представили нам и на следующем заседании рабочей группы максимально обсудить что берем работу что не берем работу если разогласить то еще будем работать по поводу обоснования и еще один вопрос был касательно этого электронного да по электронной путевке норма у нас уже в парламенте в принципе я думаю после принятия через подзаконный акт это уже все решится в принципе на контроле надо держать в принципе на рабочей группе постоянно спрашивайте о ходе продвижения эту норму буду вам рассказывать еще был вопрос безоружейной охоты для безоружейной охоты то есть частности национальной охоты без обучения здесь давайте обсудим мнение члены рабочей группы выразите свои да я вот руку поднял как раз по этому поводу ассоциация Таби Гат мы не поддерживаем такую норму потому что у нас на сегодняшний день охотничий билет является основанием для приобретения огнестрельного оружия это прописано в законе вот и естественным образом то есть мы не можем условно сегрегировать одних людей то есть давать им охотничий билет без обучения а другим значит проводить обучение охот минимуму и принимать экзамен одновременно с этим мы поддерживаем Константина Николаевича по вопросу связанному с разрешением охоты с ловчими птицами без использования оружия огнестрельного на землях запаса это я считаю что в принципе наверное допустимо и может стимулировать развитие национальных видов охоты спасибо но охотничий билет все равно нужен будет обязательно нужен охотничий билет и обязательно нужно обучать потому что я вам скажу что я общаюсь с нашими ребятами беркучи соколятниками они не разбираются и не знают что допустим там бульдурук в красной книге и охотятся на него если мы их учить не будем этому то они будут краснокнижные виды выбивать там стрепетов бульдуруков дров с своими ловчими птицами вот и все поэтому обязательно обучение нужно спасибо а еще мнение есть пожалуйста Сергей Дворович я бы хотел поддержать Гестудина Жумалиева обучение безусловно нужно и охотничий билет безусловно нужен иначе у нас рушится вся схема собственно охоты сама идея рушится но другое дело возможно можно выдавать какой-то охотничий билет без права владения охотничьим оружием что-то такое то есть какой-то вид охотничьего билета сделает выдаваемого как бы с неполным обучением какой-то компромиссный вариант но какой-то охотничий билет и какое-то обучение по крайней мере развлечению видов основным правилам охоты нужно безусловно можно исключить раздел использования оружия все и другой билет темножко законный я считаю что охот минимум не настолько сложный чтобы там человек не смог охотничать а какие-то общие знания ограничены полный пароль зачем он действительно разделяет суждвременную безразвременную охоту у наших МГД служит всех законных штабов правила охоты с применением гестребного оружия ну как вы думаете по каждому виду живота правила охоты есть установленный порядок ну то есть человек если он считает себя охотником он должен быть базовую вещь и не настолько сложный экзамен чтобы сейчас это все выдумывать вот теперь я тоже поддерживаю Андрея Витальевича потому что он должен быть одного направления охотничьей без всяких разделений с использованием ружья без использования ружья требования одни и те же предохранные поэтому наличие охотничьего билета это не говорит о том что он сразу должен иметь оружие это просто имеет право он приобретать оружие приобретает не приобретает это его вопрос все принято Александр Петрович вы тоже что-то пойдете подать да Александр Петрович я поддерживаю видите все-таки это очень опасное дело кому-то выдавать без удостоверения охотника они должны быть правило знать охоту это во-первых потом они не должны уничтожать краснокнижных животных здесь есть Клиук Кобыл был один из патриархов Беркучей который школу закрыл из-за того что его ученики начали брать Беркутов из природы то есть это краснокнижное животное уголовное дело потом используют собак тазы они наносят огромный то есть не знаю как не знают правила охоты они наносят огромный ущерб животному миру поэтому с них без ружейников к без ружейников кстати относятся не только национальные виды охоты но и использование капканов и прочих силковых ловушек это ни в коем случае на них тоже должны распространяться обучение чтобы эти люди хотя бы не подставлялись под уголовный кодекс который у нас предусмотрено за незаконную добычу животных спасибо тогда принято тогда в учетом суждения протокол это тоже отражаем константин константин еще хотите сюда добавить просто резюме я не говорил о том что выдавать билет не надо я просто предлагал упрощенную схему выдачи но сейчас я заслушал выступление в принципе согласен что тогда не стоит разделять потому что тем более знаем как на самом деле идет охота большинство нынешних охотников особенно живущих в регионы не важно охотятся они с капканами стаза или с ловчими птицами они вообще не имеют охотничьих билетов то есть они идут самым простым путем почему я говорю упрощенная схема то есть которая хотя бы их заставит получить билет и по крайней мере для этого сдать экзамены потому что у нас сейчас нет такого что они будут соблюдать правила они просто отказываются получать билеты ну соответственно и не выполняют никаких требований закона спасибо тогда с учетом сегодняшних обсуждений составим протокол всего мы разошлем и ждем очередных предложений как законопроекту так перечню нормативных правах с конкретными уже поправками для дальнейшей работы предлагаю проводить заседание рабочих групп еженедельно чтобы это не оттягивать в долгий ящик по мере необходимости я тоже буду принимать участие хорошо спасибо да просьба комитет чтобы отправили последнюю версию редакции законопроекта потому что там их столько было что там уже мы все тут все перепутали для того чтобы нам окончательно и очень важно чтобы ваши ребята кто готовил дополнение по РЧЛ сразу пункты которые попали в РЧЛ отметили в этом законопроекте чтобы мы сразу оттуда убрали ну или как там не знаю спасибо коллеги спасибо спасибо за участие большое спасибо пока до свидания до свидания Продолжение следует...